В 2021 году мы очень много путешествовали, уделяли огромное количество времени на это. Специально для того, чтобы найти страну, ну, наверное, такую, знаете, страну мечты, куда вот точно путешественнику стоит отправиться. Страны мечты для эндуро-путешествия. Несколько критериев, которые мы себе поставили по путешествию. Вы могли передвигаться и затрагивать разные климатические зоны, это было важно для нас. Второе, это чтобы, когда вы прилетаете, вам были рады, ну и, конечно же, была возможность ехать на мотоцикле туда, куда ты хочешь, делать что ты хочешь на мотике и отрываться от цивилизации в любой момент, куда бы ты ни приехал. И вот эта страна, ребята, существует. Это, друзья, страна Киргизия. Она действительно оставила неизгладимые впечатления на нас, произвела своим масштабом, своими красками, своей кухней, своими национальными традициями. Своим мотоциклизмом, ребята, своими дорогами, своими объемами. Вот это все мы сегодня будем с вами вам показывать во второй части «Все в эндуро» в Киргизии. А, это они везут в юрту разобранную. Мотоцикл везете? Да, да, да. Мотоцикл. Какой? Китайский нам ветеринар служебный. Понял. А, служебный. Тянма. Тянма. И говорит, ребята, а почему вам не съездить к нам и не показать, и не снять прикольное видео, да и не оставить, в общем-то, какие-то контакты? Мы, в принципе, понимали, что это видео коммерческое, и поэтому ехали совершенно спокойно, ну, фактически как на работу. То есть не ждали ни от страны, ни от путешествия какого-то дополнительного фана. У меня в планах дотерпеть до рассвета. Так, это же я говорю, у меня боевой дрон новый. Танцы не будут. Изначально в аэропорту у нас третьего большая очередь этот рейс значительно отличается от рейса в Барселону или в Париж. Прилетев в эту восточную страну, я сразу вспомнил путешествие каких-нибудь геологов из Советского Союза. Когда они прилетали в пустыню раскапывать могилу Чингисхана. Выехали мы из Бишкека и направились на озеро Сонкуль. В переводе с киргизского это последнее озеро. И действительно оно последнее, потому что до него добираться очень высоко и очень далеко. Дорога находится высоко в горах на высоте 3400 метров. Дорога просто потрясающая. Она абсолютно разная. Она то горы, то степи, то какие-то такие коричневые камни, как будто бы сложенные искусственно огромными большими глыбами. То ручьи, то ледники. Мы доехали до снега, где снег был выше нашего роста. У меня вообще было ощущение, когда мы проезжали по этой дороге, что мотоцикл просто не справится. Потому что это был лед, снег, и мы переезжали через перевал, было очень холодно. Да, перевал действительно заставил всех утеплиться. Все достали из своих там рюкзаков, кофров. Все, что можно было надеть, надели на себя. Это как раз те самые впечатления, те самые эмоции, которые остаются у тебя. Они очень яркие, они очень мощные. И начала действовать высота. На ребят, на нас, на всех. С нами был врач, медик, который время от времени проверял у нас пульс. Для нас это было немножко дико, мы смеялись. Мы какой пульс, отстаньте. Вы чего, мы уже сколько ездим, высоту мы примерно знаем такую. Никогда с нами в путешествиях ранее не ездил врач. И вот такая помощь, ну, было немножечко удивительно. Ребята прям заботились о нас. Ура, Васильевич, поздравляю! Добрались! Слушай, Пашка, почему каждый, куда мы приезжаем, пытается нас как-нибудь уничтожить? Не знаю, я не знаю. Слушай, правда, что нескольким людям ночью стало плохо? Слушайте, из нашей группы два человека достаточно плохо себя чувствуют. У них была температура, озноб, лихорадочка. Завосатая, да? Не знаю, что это и с чем это связано. Но вот с нами же есть медик, Лейла. Она сейчас разбирается с ней, пытается помочь. Слушай, ну, на самом деле то, что они немножечко перенапрягли вчера всю группу, вот эту очень длинную поездку. Я не знаю, как это можно сказать, немножечко. Когда мы ехали по серпантину, по горам, почти 400 километров, это как-то множечко. Ну, на самом деле, это не так много. Ну, что такое 400? Просто мы ехали 13 часов, там, или 12. Ну, когда ты едешь 12 часов, 400 километров, это много. Такой дорожный хард. Ну, знаешь, я рад вот одному, что мы с тобой не с кисложопили. У тебя нет температуры, у меня нет температуры. Все, в общем-то, высоту нормально перенесли, хотя ты вчера захондрил там, в процессе. Ну, был момент, было легкое головокружение, было. Паническое головокружение. Ну, когда ты понимаешь, что своим организмом что-то происходит не то, вообще неестественное для тебя, непонятное. Ни разу не было. Ни разу не было, да. А что-то происходит. Ты понимаешь, что у тебя голова кружится, ты вот так вот стоишь, немножко качаешься, не можешь четко сформулировать свои мысли, как ты вялый какой-то. А у меня сердце стучало. Сердце, да, такое ту-ту-ту-ту, как аритмия. Ну, конечно, начинаешь думать, блин, а что, может быть это самое, свалить отсюда? Не нравится это, не нравится. А потом, когда мы уже ночевали на этом сонкуле, в вот этих вот юртах, очень красивые, такие аутентичные, народные, национальные. А печку топили с какашками, козьями, помнишь? Да, да, высушенными. Ну, так они топят. Когда мы ночевали, я только думал о том, как бы быстрее бы наступил рассвет, утро, чтобы нам уже спуститься с этой высоты, потому что действительно на организм влияние чувствовалось. Проснувшись, ребят, когда мы вышли, приехали-то мы за полночь и вышли из этой юрты, мы поняли, что мы находимся вот, ради таких моментов стоит жить, мы находимся просто в каком-то открытом космосе. 2.56. 2.56 это по-нашему, по московскому времени. Плюс три часа, значит 5.55. Люди просыпаются, начинают завтракать здесь. Все мотоциклы покрылись изморозью. Холодно. Я глаза открыть не могу. Не знаю почему. Просто такое ощущение, что, короче, у тебя они слиплись, и ты вообще не можешь. Вообще первый раз такие ощущения. Немножко поддавливают черепушечку, такую вот так. В целом все прошло гладенько. Я думал, что в юрте, а мы же спали в юрте. Пашка просто грек, и в этом вся проблема. Он не может вот это все. Он подъезжал ко мне несколько раз, говорил, Васильич, на хрена, на хрена мы едем в эту юрту. Ну, вы посмотрите, какая красота-то. Вы понимаете, я же дома, можно сказать. Вот здесь как обычно спят? Просто под одеялом или в спальнике? Кто как. Когда тепло, просто под одеялом хватает. Но всю ночь должны топить буржуйку. И знаете, еще здесь как? Жарко-холодно. Сейчас вроде холодно, а солнце печет очень жарко. И вокруг тебя невероятные просторы и ни одной живой души, по сути, кроме вот этих юрт. Это было впечатление, которое, наверное, осталось на всю жизнь. Вот есть такие яркие моменты, которые ты обычно запоминаешь в этой жизни. Это было одно из них. А еще для нас было удивительно встретить в этом же месте, в этом же лагере людей. Да, в Киргизии ездит огромное количество всяких иностранцев. Это прям настоящий такой туристический магнит. И это был принц Арабских Эмиратов. Hello, guys. Good morning. My name is Abdelaziz. I'm from Bahrain. And I love hard enduro. And these are the awesome bikes that the guys are riding. Amazing in Kyrgyzstan. Beautiful weather. Beautiful nature. And beautiful people. Cheers. I love you. I love you. В будущих Африках Твин погнали вот этого дорогого принца наверх туда. Это, конечно, тоже впечатление. Они были на КТМах, между прочим. На 690-х. На новеньких, которые там годовалые. Я пишу на ваш канал YouTube. Потому что... Е. Э. 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 уже двинулись в сторону Иссыкюля. Формула Х спортсмены это настоящая экосистема, которая объединяет и продавцов, и покупателей. Поэтому, если вдруг вы думаете о том, чтобы открыть эндур-магазин или магазин мототематики, то обратите внимание, что у этих парней действительно вот прям настоящее такое отцовское отношение к этому бизнесу. Зачем мы путешествуем? Наверное, главный вопрос, который, ну, как минимум, самый частый, который нам задают. Да, нам очень жалко, что дети, работа и дела там остаются дома без нас. Без нас растут, лучше бы на английский свозил ребенка, некоторые нам говорят. Но вот этот вот отзыв, который мы получаем, и это вдохновение от вас, да, это очень сильно вдохновляет нас. В общем, все отзывы, парни, которые вы пишете на YouTube-канале, мы все читаем, не на все отвечаем, потому что не всегда бывает время, потому что все очень жестко и четко расписано, что касается съемок, монтажа, продакшена, вот этого всего. Поймите нас правильно, мы не со зла, но всегда читаем. Почему-то всегда удается реагировать на негативные отзывы. Они почему-то больше всего вот лично меня оставляют, цепляют, да. На некоторых злюсь, на некоторые игнорирую, некоторых вообще хочу убить и придушить просто. Но так или иначе негативные отзывы тоже делают нас сильнее, потому что как бы там ни было, нам приходится прислушиваться к вам. Поэтому вам огромное спасибо за путешествие. У нас сегодня третий день нашего пути, второй день ездовой. Сейчас мы находимся на высоте 3400 метров, и это просто кайф. А еще за спиной Китай, его прямо отсюда можно увидеть. Дорога на Иссекюль И спуск с высоты 3000 метров, там, где мы провели ночлег, это действительно топ номер один в моем рейтинге по красоте и по эндуродвижению. Там была дорога, которая называется 33 попугая. Иссекюль 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 Это бесконечные вот эти вот повороты вниз, самое красивое. Я ничего еще красивее не видел, вот для эндуроп радующий глаз, да. И в дальнейшем вот эти вот водопады рядом, скалы. Добраться до Иссекюля нужно было еще постараться. Поработать. А вот то, что действительно впечатляет в Киргизии, это то, о чем я говорил ранее, это когда у тебя климатические зоны фактически переключаются буквально там в течение одного часа. То есть ты спускаясь вот с этого маршрута, вот с этой горы, ты вдруг попадаешь из холода, из дождя, просто в какую-то невероятную жару. И ты уже едешь слева от тебя, как, знаешь, как в Калифорнии. Слева от тебя вот такая вот прибрежная полоса, она полностью заброшена в пальмы. Невероятный какой-то закат, какие-то, знаешь, голубые, оранжево-красные такие цвета. И ты вот на этом мотоцикле среди пальм, по песку, по вот этой красоте едешь. Вот это просто невероятно. Это целый день. И прежде всего спуск с этого нашего ночлега на высоте 3400 метров, где мы ночевали. И я вам хочу сказать, что это была самая красивая дорога, которой я когда-либо ездил. И дорога на самом деле непростая, как может многим показаться. Это не асфальт и даже порой не гравийка. Это просто направление по факту, по которому ты продолжаешь движение. Поначалу тебе это очень нравится, но как только начинает портиться погода, тебе становится то холодно, то жарко, то ветрено. Ветрено настолько, что тебя может вообще переставить твой мотоцикл. Или, например, ты, пересекая какую-нибудь речку, вдруг можешь туда, по руль фактически уйти. Все это заставляет тебя, знаешь, участвовать в таком ралли преодоления, но где тебя хорошо кормят, и ты сладко спишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, дорога действительно нас испытывала, и испытывала нас погода. За нами шли тучи, они преследовали нас, то в одну сторону уходя, то в другую сторону, то мы попадали в какой-то сильный дождь, то в град, то в ветер со всех сторон. Вот он в разные стороны менялся. Ну, в общем-то, это горы, и потом мы двигались не просто вниз, мы время от времени подымались, брали какие-то перевалы, снова спускались. И все это длилось почти там 200 километров такого бездорожья, где мы даже немножечко заплутали, отстали от группы, остались вдвоем с Кириллом. Потом догоняли, пытались найти дорогу. Ну, в общем, нашли и гидов, и благополучно выбрались. А помимо климатических вот этих зон, еще было ощущение, что ты переместился просто на другую планету. То, как правильно Кирилл сказал, ты как будто бы вот на каком-то Марсе, я не знаю, все какое-то красное, без растительности. То, наоборот, лес очень цветной, яркий, с какими-то сочными такими зелеными красками. Приехав опять за полночную, мы к этому привыкли. Переночевав у дяди Васи, вы знаете, вот здесь такой момент, что русских в Киргизии достаточно много. Да и вообще вот нет так этого отличия, типа русский, киргиз, там еще кто-то. Все разговаривают на русском языке, у тебя нет никаких абсолютных проблем. Ты не испытываешь никаких сложностей с коммуникацией. Ну, может быть, там иногда в горах, когда достаточно агрессивно тебе предлагают выпить кумыс, но и то, вероятно, это просто мы себе так вели, не очень правильно поняли ребят, которые это предлагали. Мадам, меня Паша. Меня телейки. Да. Все, кумыс, пока. О, спасибо. Потому что, ну, знаете как, мы же там типа иностранцы, и немножко глуповаты, и не очень понимаем местную наречие и интонацию. И для нас это было иногда страшно, когда ты едешь на мотоцикле, и вдруг резко к тебе наперерез подбегает, значит, всадник на лошади, на такой красивой, и говорит, кумыс пить будешь? Вот это, конечно, странновато для нас звучало. Действительно, он немножко агрессивно так предлагал. Он вроде бы дружелюбно предлагал тебе разделить с ним трапезу, да, но это было вот как-то так слишком настойчиво, что со стороны мне, когда я увидел, как вот это вот все происходит на расстоянии 200 метров от меня, я подумал, что он выехал с претензией к ребятам, что мы здесь ездим или еще что-то. А оказывается, нет, наоборот, он хотел проявить свою дружелюбность. Утро третьего ездового дня, четвертого дня пребывания в Киргизии. Покажу вам, как он начинается. Сегодня мы на не самом популярном берегу озера Секюль. Так вот, переночевав у дяди Вайса, мы проснулись и поняли, что мы находимся не на самой туристической части озера Секюль, и у нас была отдельная программа. Эта программа заключалась в том, что мы должны были переместиться реально на планету Марс. Секюль. 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 Абсолютно такое ощущение. Красная земля, прям красная, ярко-красная, с красными холмами, горами. И самое главное, по ней есть тропы, эндуротропы, которые мы исследовали, их достаточно много. Киргизия вообще не перестает меня удивлять. Каньон называется «Сказка». Что-то подобное я помню, я видел, когда путешествовал по Алтаю. Это было Марсовое поле или Марсовая гора, или еще как-то, не помню. В общем, вот в Киргизии это все более масштабно. Дело в том, что эта порода размывается постоянно водой, осадками, которые бежат с гор. И мне кажется, это лучшее место для хард-эндуро. Потому что, как только проходит дождик, порода, она очень мягкая и меняет свой ландшафт. То есть, там, где раньше была гора или холм, он исчезает и появляется что-то новое. И это вообще просто какая-то фантастика. Мало того, друзья, это место находится, когда ты едешь по дороге, с левой стороны у тебя озеро Секью, а с правой стороны такой неприметный поворот направо. И когда ты туда поворачиваешься, ты попадаешь в настоящую американскую такую сказку. Ощущение, как будто ты находишься где-то в Калифорнии или где-то на юге. И здесь можно снимать, знаете, вестерны. Не хватает в пейзаже ковбоев в шляпе и вот этих женщин 20-х... Каких 20-х? Тысяча, наверное, 820-х годов в таких платьях шикарных. Представили такую картинку? Да, все это Киргизия. Киргизия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поигравшись, пообедав и посмотрев на это еще разочек с туристическими глазами Мы продолжили свое движение и поехали уже непосредственно в тот самый Иссыкюр, который и должен быть, и который знают, наверное, все Такое туристическое место, куда приезжает вся Киргизия и Туркменистан, насколько я знаю То есть все ребята, которые любят вот так вот красиво отдыхать Шикарные фэшн-отели Вот это вот Турция в формате Киргизия, она там тоже присутствует И это тоже прекрасно, я вам должен сказать Но там, конечно, эта аутентичность, эта дикость, это свободно, она там теряется Там уже дороги, там уже достаточно дикое движение, там вот эти вот отели Но зато там есть цивилизация То есть вот это тоже немаловажный фактор И, то есть, как я изначально говорил, Киргизия — это уникальная страна Вы из... буквально час назад вы были в такой глуши, что вы не можете... Марсианский сценарий, понимаете? Там можно снимать «Аватар-5», но и вдруг через час вы попадаете в фэшн, то есть вот... В рестораны, в какие-то вообще двойные эспрессо, вот это все — это, пожалуйста, вот про Киргизию Анимация, развлечение Я вот что хочу сказать, друзья Когда попадаешь в пансионат, сразу начинаешь вспоминать вот эту всю советскую структуру, которая отлично работала Люди знали, что они поедут в действительно качественный отпуск И проведут его, ну, качественно, вкусно там и в пансионате Они не зря работали, не зря там делали норму и прочее Здесь есть похожий запах Советского Союза, он присутствует чуть-чуть Хотя фэшненочкой уже начинает отдавать Повторюсь, для меня все-таки Киргизия — это просторы, когда ты смотришь вперед и нету заборов и везде объем Для меня Киргизия — это деревни такие, знаете, свободные от Луи Виттона и вот этого Лакши От губ с силиконом? От губ с силиконом Здесь это как бы уже присутствует И для меня это, если честно, немножко странно Понятно, что страна развивается, она стремится вперед И им тоже хочется вот этого всего Дорогих тачек Всяких там Луи Виттон и Гу-Гу Роллера и Ламбо Да Да Моргенштернов Но мне кажется, это не очень в этом смысле, конечно Вот как и Грузия Помнишь, в Белисси уже такой фэшн-бор Отъезжаешь чуть подальше И там люди в 9 часов утра чачу пьют Ну, в Грузии все-таки уже стандарты американские Там и полиция американская и такие все А здесь видно, что это в сторону России смотрит страна И на пост советской вот этой вот истории, на фундаменте она держится И сейчас все еще советским таким здесь отдается Ну, да, наверное, да Хорошо это или плохо, что она в сторону больше Советского Союза Я не берусь в этом смысле рассуждать Я тоже Да, я скорее про то, что Если вы не были в этой прекрасной стране, то обязательно в ней стоит побывать Побывать обязательно на мотоцикле, потому что мотик это свобода Свобода, умноженная на объемы в Киргизии И вот эта вот бесконечность гор, высот и полей Умножается в 10 крат Поэтому, конечно, обязательно, если не будет нужно приезжать Рекомендуем парней, которые всем этим здесь занимаются Ну, а у нас сегодня должен быть предпоследний вечер Да, предпоследний вечер Потому что завтра мы уже встречаемся в Бишкеке с нашими подписчиками, которые смотрят нас За что вам, ребята, огромное спасибо за то, что вы приезжаете в кафе У нас завтра такая встреча с фанатами, скажем так Переночевав в этом отеле, насладившись вот этой всей ночной жизнью, мы отправились в огромный мотоцикл Такой пробег, это, по-моему, 400 километров бесконечной дороги И ты едешь просто по асфальту, ручка в полный газ И, вроде бы, 400 километров не так много, да, для дорожного мотоцикла Но с учетом вот этого движения, с учетом того, что у тебя уже достаточно, ты устал Они показались, конечно, для всей группы непростыми Ребята, которые гоняют на дорожниках, сейчас нас обсмеют Сейчас пойдемте покажу, какую картину можно наблюдать Вот уже происходит это минут, наверное, 15-20 Вот так вот, весь пыли на месте, где ходят коровы И здесь еще такое вот коровье пойло, что ли Просто валяется, не могу его не поднять, ничего Говорю, поехали уже, нет, все, я не поеду Осталось нам до места нашего назначения сегодняшнего дня Километр 35 максимум Как круто, да? Просто на земле, вон там мотики стоят Пипец, жара просто нереальная, ребята Вот, и знаете, что круто? Круто, короче, лежать вот так На обочине прям в пыли и жрать мороженое Вот это прям кайф Слушайте, вот кто знает это чувство, когда ты много и долго едешь на дорожном мотоцикле Тебе все время хочется валяться на земле Куда-то присесть, где-то полежать, где-то размяться А даже подремать вот после такой поездочки минут 15 Это вообще бесценно Вот так шлем в голову положил и лег И у Васильевича есть интересная особенность Он в этот момент, в момент, когда очень устал Включает какие-то дополнительные свои резервы И начинает вот на всю гашетку лупить Хотя казалось было, нужно остановиться, отдохнуть, передохнуть И потом еще что-то поехать Но нет, а я старался за ним угнаться И мы потерялись, в общем В какой-то момент потом нашлись Группа тоже потерялась, отстала И когда у Васильевича окончательно закончились силы Он просто остановился на обочине Лег возле трубы, по которой течет вода для водопоя коров Как я потом выяснил И уже спали мы там Он отдыхал И дождались мы основную группу Группа приехала Потом вместе с группой пришли коровы Пытались отодвинуть Кирилла Чтобы попить Потому что он им перегородил путь к водопою Весело И уже вечером мы были в мото-баре Бишкека Где нас встречало огромное мото-сообщество Парней из Бишкека Мы там играли на барабанах Тусовались И вообще со всеми здоровались Это было конечно отдельное приятное Тоже особенность Где бы и куда бы Вы не приезжали В Киргизии Вам всегда очень рады Время 22 часа О, перец Тут все мотоциклетная тематика И сейчас посмотрите Что выступает на сцене Очень хорошо приветствовали Очень хорошо встречались И местные мотоциклеисты Киргизия Киргизия Это невероятная страна Киргизия Произвела Произвела впечатление И если вы думаете О том, куда бы поехать В 2022 году Обязательно подумайте О том, что Киргизию Нужно ехать Я оставляю телефон Павлухе Традиционно уже внизу И он вам скинет Расписание туров Все в эндуро В Киргизию Потому что мы хотим повторить Мы немножко скорректируем его Но все равно Хотим его сделать Особенным Аутентичным Еще более мощным Ребятчики Вы были на канале Все в эндуро Увидимся Путешествия Продолжение следует...